друзья всем привет ну что на дворе 10 ноября в астрахани значительно значительно холодает на следующей неделе обещают уже мисс минусовую температуру то есть ночью вплоть до минус 7 очень интересно ну при этом вода еще теплый лед конечно не встанет но все же очень интересно ноября такую погоду будет ощутить у нас как-то лет 10 назад было что снегопад был ноября но опять же один два дня и все растаяло вот морозы неожиданное очень явление в общем сегодня я приехал на свое старое место приезжаю сюда конкретно уже третий раз можно сказать подряд все-таки у меня есть надежда поймать хищника сегодня я более так лучше прям снарядился взял с собой силикон и резину там машинное масло именно все темное на что реально судак работает также попробую я на воблер покидать не знаю что из этого получит да у нас кстати праздник на канале у нас ровно 10 тысяч подписчиков даже уже больше всем ребят спасибо кто подписывались те кто не подписался обязательно подписывайтесь ставим новую планку и идем то есть с вас подписка с меня будет офигенная рыбалка буду ездить часто снимать много я думаю интересно будет всем так что друзья всем хочу пожелать сегодня приятного просмотра обязательно сразу поставьте лайк этому видео напишите комментарии это очень для меня важно помогает продвижению канала да и вообще почитать ответить отвечаю абсолютно всем бывает не сразу но отвечаю абсолютно всем ну и подписывайтесь на канал и погнали ловить рыбу я уже кстати зарядил лодку мотор еще не запускал конечно потому что здесь вообще берег пологий миляк но у меня уже все загружено я так 10 раз уже все проверил ничего ли я не забыл якорь у меня конечно это пипец я вот постоянно короче здесь грибу загребаю я прям боюсь чуть ногой его толкнешь он мне пробьет вот так ну вроде все у меня нормально накачано забито пойду сейчас далеко вниз за последней базы там уже можно сказать раскатную часть и буду пытаться облавливать сегодня обещают ветреную погоду до 7 метров в секунду в среднем три с половиной четыре с половиной метра в секунду фух чё первый пуск сегодня полный бак топлива 12 литров я думаю не 12 там литров 10 я залил хватит вполне потому что в прошлый раз пришел 12 литров у меня было я где-то литров 8 и засуду максимум так поехали маслица хапнул не уж ты перелег да чуть-чуть переборщил с маслом но для мотора это полезно кстати это вообще лучше переборщил с маслом и доличь полетели да ну да 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 так друзья ну что пришел я на первую точку но вообще не на другую точку шел но там стоял по погранслужба пограничная на большом катере мне кажется там распугали они всю рыбу не стал останавливаться давайте пробуем на воблер с катушками непонятные вещи с этой тофтовенькая вот кстати вообще нету две лодки за все время увидел куда делись рыбаки отчаялись здесь все на все на этой речке все сейчас буду ходить останавливаться так пяток забросов на воблер пяток на силикон попробую на джек на мандалу попробую поищу рыбу пожалуй с травом туда не знаю такое чувство как будто я не дошел до места вроде тут я в прошлый раз но тут у меня опять же я ничего не поймал да там была яма здесь мелковато здесь воду не крутит пойду я дальше пройдусь на джек я думаю здесь бесполезно будет бросать потому что заглублением два с половиной метра воблера я отцепляю заодно вон он траву сейчас просто поотрываю здесь и все не дошел я ошибся так что достаем наш якорь не перепугать бу рыбу все все аккуратненько аккуратненько посмотрим здесь глубоко будет а да нет я бы не сказал что прям глубоко так относительно все я встал вроде меня не тащит чуть-чуть не дошел до места ниже уже не пойду однозначно сейчас здесь пробуем и все и будем подниматься наверх пробовать джиговать там и не знаю на лоблер бросать кто его знает прошлый раз здесь стоял сазанчик плескался выпрыгивал мелкий смотрим что по хищнику глубина присутствует это уже радует так пробуем сюда бросить по ветру дальше летит давайте все таки попробую я на силикон пробуем кто как и называет я просто обычный силикон называю так ну все джигуем смотрю друзья делаю уже остановку на 10 лишний раз камеру не включаю останавливаюсь пробую вот здесь тоже вот ямки 36 чебурашка 36 грамм вообще тяжело здесь сороковка надо сороковку нужно забрасывать потому что не чувствуешь но не то что не чувствуешь она даже не приземляется на дно а ну здесь вот более-менее короче я сейчас здесь остановился и у меня еще будет одна точка где я остановлюсь где я хотела самого начала в принципе начать но там береговая охрана стояла я короче не стал там тишина так все сейчас на своем месте еще останавливаюсь там пробуем если ничего то все идемте ловить белую рыбу и попробуем забросить на сумик приятного просмотра короче пробую троллинговать я я не особо умею конечно надо пару обзоров на youtube тоже глянуть как это делается вот глубинный воблер у меня на на два с половиной метра но бывают места где цепляют но но сейчас вот здесь яма вроде нормально идут ничего не цепляется спинник только крепче держать крепления нет специальных рукой больше чувствуешь даже потому что сломать 5 секунд есть 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 вот он это что же есть 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 я не знаю что взял вот и может от не крупный должно быть пока камеру включил короче ушел ошибки нет сидит что за рыб такая жереха иди сюда вот такой вот жерешок какой-то красавец ну пока возьму но мне кажется он мир на нем килограмм есть блин ребят да нет маленький да на вску нужен короче ли отсюда от меня короче это без попутал маленький нет нельзя так и убрать хотя бы кило двести но килограмм это вообще ни о чем просто там во первых у нем и есть ничего смысл представляет заброс если я на якоре не встал давайте есть взял на моем месте так не знаю каких размеров береговая храна стоит здесь вроде не запрещено ловить заход хозяйств счет покрупнее будет давайте его подведемся на тут отмерный будет как в прошлый раз в такой же размер от это вот уже где-то кило двести это я возьму набор стоит здесь пока его никто здесь не напугал как в прошлый раз а может его и не было в прошлый раз сейчас покидаем попробуем просто так же сюда ехал давай пока сюда водичку что он там где-то взял удар был очень мощный просто хороший был удар вот здесь обловим ванны шум дерево не закинуть рука аж устает от спиннинга воблера там давление дает дальше играет он есть здесь вот вот это хороший вот это хорошее быть покрупнее вот он взял когда это адреналин только не в коряде не в коряде иди сюда иди сюда смотрите куда потащил вроде в течении пошел хорошего если прощения щука какая-нибудь да нет он красавец какой не зря не зря я сюда вернулся тот прям нормальный сколько здесь кило мне не щипцов ничего я как всегда не готовы я что рашечник густеру люблю ловить смотри как пробил челюсть ему ладно сейчас как-нибудь чтобы не сдох он нам живой нужен вот такой вот красавец рыбалка пошла погнали что туда же пошло есть кому вот ух ты ух ты вот это лошадь врешь врешь не уйдешь смотри какой он блин какой он байки дома блин смотрите как его напитаны ребята ребята девчата смотрите какая рыба вот это я нарвался класс ничего пока ничего говорить не буду пока рыбачил такой рыбалка еще две рыбки можно этот по хищнику закругляться это конечно не трешка не 4 килограмма хотел в прошлый раз но к сожалению здесь было столько лодок хотя день такой же был будничный сегодня у нас четверг вот это место к дереве дотронемся к дереве дотронемся к дереву не взял он тут есть и меня это очень радует вот это рыбалка иди сюда а блин сидит 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 не могу поднять ах кто-то сыграл представляете какое давление он держит смотрите что он делает блин тут он сильный сейчас начну матом рваться а ко мне пошел еще течение давит ой нормальный ух ты иди сюда иди сюда иди сюда ух ты еле сидит еле сидит еле сидит блин мой 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 вот это рыба короче рыбачим что будет мельче будут ай не отцепил первого которую поймал взял наверное отпущу потому что с этими не сравнится эти прям конкретно прям полтора наверное из ну не по два вряд ли по два такие прям зачетные так ну все у нас пошел ажиотаж рыбачим все у нас работает камера работает главное ну туда в дерево бросаю есть там под деревом и тушуется береговая храм трогает сейчас испугают рыбу наверно все да не врать по тихому отходит берег это хорошо хорошо есть 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 меня береговая охрана зовет во мне поклёска и ну жир ну 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 этот нормальный зачетный такой вот отпустим мельче блин так хорошо встал короче меня этот видать документ час проверять буду ладно это снимать не буду я друзья ну что я немножко попал там где я сейчас ловил жереха оказывается у нас в астраханской области существуют какие-то границы волжское запретное меж не русловое меж короче какое-то блин пространство где нельзя ловить рыбу где у тебя изымают полностью все орудия лова вплоть до мотора с лодкой потому что это тоже является орудием лова благо то что ребята попались адекватные нормальные ну я реально не знал то есть надо реально посидеть вникнуть почитать правила рыболовства вот сижу варю кофе короче не как этот сделали мне предупреждение спасибо конечно им за это но это просто пипец короче жерех в которых я ловил осталось два но они такие хорошие один большой на самом низу висел его оторвало короче я когда к ним подходил они меня к себе позволили прижались камышем я думал просто проверить паспорт и у них оказывается на передней передаче короче был включен двигатель и винтом короче срубила одного жереха и 2 просто разогнула то есть одного прям с этой фигней короче утащила я просто в шоке вот отъехал в другое место не знаю у меня уже настроение немножко если честно под упала уже лишний раз даже боишься где-либо забрасывать потому что ну это реально потому и кстати границы никак здесь не обозначается знаков никаких нету то есть возможно ты рыбачишь и можешь нарваться на такой просто офигевший штраф у тебя нафиг все позабирают и так далее так что будьте пожалуйста аккуратнее я эту тему хорошенько разжую дома я думаю на этой недельке я этим займусь в правил рыболовство все почитаю обозначу границы для себя и примерно вам расскажу поподробнее потому что я сам если честно до сих пор давайте попробую здесь кидануть как то так короче сейчас я пью кофе и переезжаю на другое место попробую половить уже на червячка ну потому что я сегодня все утро искал реально хищника жерех я его нашел но самое обидное то что нашел запрещенном месте как-то так если бы я конечно знал я бы не останавливался я бы не рыбачил здесь потому что ну для чего вот эти лишние качели закон есть закон как-то так ладно приятного просмотра не прощаемся чуть-чуть осталось за место удар был решил троллингом пройтись был удар что-то атаковал воблер здесь уже сто процентов рыбачить можно я уточнил а это не удар был я катушка просто отщелкнул с кольца ух я приехал так зацепились все проба на червяка так я готов опа есть смотрим на этот раз каких размеров здесь рыбка что-то нормальное должно быть 2 отлично есть отличная пока есть ух ты зафигачу я тут я ты смотри что бьется смотрите какая густера вот это я понимаю густерка поклевка поклевка есть есть а а но и Есть. Некрупное что-то. О, нормально. Ух ты, поклевка села. Ух ты, поклевка села. Вот это прям ощущается. Ух ты, какие хорошие. Есть. Налетела сходу. Водит как. Отличная. Ага, есть, есть поклевка. Ух ты, подсёк. Ух ты, подсёк. Есть. Перчатка. Замотала мне леску. Ух ты, подсёк. Непонятно. А, есть что-то. По-моему, не крупная. А, да вводится, смотрю, нормально. О, какая красавица. Ух ты, подсёк. Ух ты, подсёк. Ух ты, подсёк. Есть. Сидит, родимая. Ух ты, тут нормальная густира. Прям такая, грамм 300. Ух ты, подсёк. Ты смотри. Валнаши непонятна. Да сидит. Сидит или нет? Понятно. Да. Некрупная. Сразу прям, что делать? Ух, вот это вот покрупнее будет экземпляр. Как вобла весна клюёт она здесь. Красавица. Ух ты, я. Ты смотри. Мгновенно прям поклёвка с поклёвкой. Ух ты, я. Ух ты, я. Ух ты, я. Ух, я. Ух. Вообще, ждать не приходится. Жор, жор прям у меня. при этом ловлю на два крючка тут прям зачет творится есть теперь точно это прям зачетная будет ух ты хорошая должна быть крупная 2 хотел сказать ждем ждать не приходится помельче будет одна скорее всего сидит средняя они две мелкие кошки есть что-то подсек хорошие поклевки покрупнее с подтяжками клевала смотри как бурка как ух ты 2 есть есть о давлении неужели чувствуется рыбка крупная или две вообще тяжело как идет ну че там за рыб то две неплохие ух ты подсек есть есть как сопротивляется смотри спинник пытается вырвать сейчас здесь у лодки бой даст наверно нет не дает бой хорошая друзья короче дандроабен что-то мне опять не то продали очень мягкий червяк сжирают конкретно клюет как в облако хочу каждую поклевку не снимаю блин мне кажется неинтересно кого конкретно прям рыбалка рыбалка по густере интересует у меня есть перед этим видео вот сейчас я буду одевать вот такого червя зеленого его уже так конечно не съедят и буду одевать пожирнее не знаю посмотрим хотя от густеры можно ожидать все что угодно вот она смотрите какая зачетная нет одна такая путевая такая уже средняя 2 1 прям зачетная смотрите какая это крупная хорошая густера и средненькая горбатая поднимаем 2 отличные отличную какую но тебя ждал я так хватит брызгаться ну что родные блин я так здорово сегодня порыбачил столько приключений просто пипец нашел хищника представляете не судак жерех блин тоже неплохо впервые в жизни вообще это место еще пресек недели две назад попал просто напоследок поздно приехал туда часиков наверное в 10 только начал утра ловить он уже все он не брал у него жор вот с утра просыпается после этого пошел туда там было занято все в лодках заставлено пару раз кинул видать все пуганули моторами не было рыбы сегодня шел туда смотрю береговая охрана стоит думаю ну ладно там у них мотор что они завели его не будет час рыбы там наверно пойду я ниже все там прокатал обратно шел уже шел а тут там часа на полтора-два я покатался на низових обратно еду ну все видели да на видео там троллинга маленького же решенка поймал выкинул воду и потом бах встал все-таки я на свое место который приметил и реально на каждом забросе удары 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 хорошие прям крутые экземпляры блин я не знаю там были на 3 на 4 мне кажется килограмм бы что-то попалась ну оказалось так я не знаю то что место оказалось запретное рыбачи там нельзя ну все сами вы видели ладно давайте подведем итоги все-таки что я наловил ну конечно давайте начнем с красавцев такие вот такие вот два экземпляра я не знаю как видно вообще смотрите два балыка отлично когда я подходил к береговой охране на весах у них был двигатель запущенной но я не знал то что он у них стоит на передаче и работал винт и каким-то образом у меня короче мой садок улетел под винт нижнюю срезала вместе с жерехом и одну разогнула жерех тоже ушел так как было четыре штуки но один там любом случае был отпускной может быть чуть больше килограмма весил там кило кило 100 кило 200 максимум ну в принципе не так и обидно 2 есть ребятам спасибо из береговой охраны вошли в понимание реально я не знал я не знал я только ради этого места честно сюда и ездил именно нарваться потому что я знал что он там по-любому есть его место но нарвался смотрите сколько густеры чтобы вам видно было сколько у меня засолки будет ведро это практически полное ведро вся она крупная вся она практически зачетная даже вот такие вот экземпляры вообще самое то ну самое конечно ценное из моей рыбалки сегодняшние это вот эти два красавцы это вообще просто это просто огонь круто гнался особо даже не за рыбой тот момент да когда мне не кстати выписали протокол ну как протокол предупреждением ну спасибо ребятам что у меня не забрали мотор с лодкой хотя забирают но опять же если с рыбы тебя берут рыбу воду выкидываешь просто штраф от двух до пяти тысяч ребята будет будьте внимательнее потому что ну нафиг так попадать все-таки есть какие-то вот границы где реально запрещено сегодня наверное всю ночь спать не буду хотя с 4 утра на ногах буду вот именно этот закон о рыбалке все остальное надо будет почитать мне все-таки найти границы следующий выезд у меня будет тоже далеко тоже в низове ну пойду я уже на другую реку и прежде чем я там буду облавливать места я конечно изучу там водоем и алексей из ижевска подписчик весной мы там были ты приезжал туда на воблу там есть жерех я знаю также придется далеко вниз идти на лодке так что как-то вот так друзья ну что ребят спасибо всем кто посмотрел данный контент обязательно поставьте ему лайк подписывайтесь на канал те кто не подписан и напишите какой-нибудь комментария совесть имейте и до скорых встреч следующий выезд на днях пока